Когда откроется городской приют для бездомных животных, по-прежнему непонятно. Сроки переносились уже неоднократно. Сейчас здание вновь посетила комиссия с участием общественников и представителей власти. И вновь мнения принимателей нет, разделились. Репортаж Татьяны Барковой. Лисковая машина способна проехать? Да, проверяли, проезжает. Обычная листовушка? Volkswagen не смог. Вот здесь смотрите. А проезжали, пробовали? Пробовали. У нас уже были и Волга проезжала. Поэтому, знаете, вот моя бы не проехала, например. Дисбарьер делали по ГОСТу, но, как подозревают общественники, предназначен такой для большегрузных машин, а не для легковых. К тому же приют хотели сделать доступным для всех. А если, например, за питомцем новый хозяин приедет на инвалидной коляске, то продвинуться дальше дисбарьера будет проблематично. Вопросы есть и к вольерам. Собаки раздерут все подушки и вырвут когти. Древесослужащую шлюту вы имеете в виду? Да. И ты посмотри, и сетка здесь стоит. У нас нет нормативных документов, которые запрещают использование древесослужащей плиты. Нормативных документов нет, а значит, по закону и так сойдет. Впрочем, даже такие условия намного лучше, чем если животное останется на улице. Однако больше всего общественников беспокоят вовсе не шершавые стены. В так называемой теплой зоне огромные щели под крышей и в стене. То есть в месте, где животное должно греться, на деле очень холодно. И есть опасение, что зимой собаки просто замерзнут. Представитель комитета по управлению городским хозяйством уверяет, что многое можно доделать в процессе. А пока стоит открыть приют и передать его общественной организации возрождения. Однако с таким подходом согласны не все. Когда мы работали на первом, наверное, субботнике, очень запала в головы фраза, которую произнес наш губернатор. А фраза такая. Что-то делать в процессе – это значит не делать никогда. Территория вполне изменилась, много сделано. Но сугубо мое мнение, что все-таки вольеры не готовы к приему животных. В связи с тем, что, как мы видим, там щели, как животное будет находиться здесь, я не представляю. Здание для работников приюта подготовлено только на первом этаже. Второй для размещения людей не готов. Но пока для них предложили теплую бытовку, в которой сейчас находится охранный пункт. Очень много сделано. Не все, конечно, готово окончательно. Ничего там особого неисправимого нет. Есть какие-то недостатки, которые надо исправлять. В общем, работа должна быть еще проведена, конечно, достаточно большая. Главный вопрос – когда же приют будет открыт. Ведь начать работу обещали сначала 1 сентября, потом 1 октября, а после – в ноябре. К единому мнению члены комиссии не пришли. И вопрос этот пока остается открытым. Татьяна Баркова, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение.